День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Принуждение к миру. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Это наши люди. В Рязань прибыли поезда с беженцами Донбасса. Рыцарей дорог, флешмоб от рязанских детей набирает популярность в соцсетях. Сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором заявил о начале специальной военной операции на Украине. Предлагаю послушать его выступление. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. И уже сегодня Минобороны России заявила о высокоточных ударах по военной инфраструктуре в ВСУ. Боевые действия продолжаются. Тем временем в Рязань прибыли два поезда с беженцами Донбасса. Во избежание возможных провокаций первый из них был вне расписания. Изначально в нем было 793 беженца с ЛНР и ДНР, в основном женщины и дети. Рязань эшелон встретила приветливо. На станции Рязань-2 готовность номер один. Спасатели, полицейские, сотрудники оперативного штаба. Прямо у входа две большие палатки МЧС. Все ждут первый поезд из Донбасса. Время пока ориентировочное. Поезд идет вне расписания. Возможно, во избежание провокаций. В Ростовской области в эшелон погрузили 793 человека. Почти половина из них, точнее 335 – дети. Сколько доехало, а сколько сошло, никто толком не знает, поэтому к вокзалу прибыло порядка 40 автобусов. На всякий случай. Во избежание столпотворения пассажиров выпускают повагонно. На перроне их уже ждут. Родственники, общественники и вот эти парни в зеленых жилетах, которых стоит упомянуть отдельно. Это волонтеры. Они помогают прибывшим нести вещи до автобуса, а потом снова назад. Парням отдельный респект. На привокзальной площади людей с Донбасса тоже ждут. Заведенные автобусы. Судя по табличке на них, едут в Солодчо. Никакой давки, шумихи, скандалов. Все четко, по правильному алгоритму. Дальше с женщинами и детьми займутся уже социальные службы. Губернатор Рязанской области Николай Любимов перечислил однодневный заработок. Около 14 тысяч рублей в спецфонд помощи семьям ДНР и ЛНР. Его активно пополняют и рязанцы. Сейчас там больше миллиона рублей. А еще Николай Любимов посетил один из центров временного размещения беженцев. Видео выложено в его официальном аккаунте. Как вас встретили там, скажите? Очень хорошо. Все нормально? Очень хорошо. Быстро достаточно? Ну, насколько это возможно было, да? Конечно, спасибо. А здесь разместили как? Все хорошо. И отношения накормили, обогрели сразу, и все дали. Главное, чтобы дальше было. Все хорошо. Согласна. Хорошо. Все хорошо. А у вас много внуков? Двое. Двое. Они там, вот, играют? Он как раз среди меня, старший. Ситуация, она непростая, но мы постараемся сделать, чтобы вам было здесь максимально комфортно жить. Мы вместе, мы своих никогда не бросим. Все будет хорошо, я уверен. Спасибо. Ребята, ну, у нас сегодня День защитника Отечества. В первую очередь, мальчишек поздравляем с этим праздником. Желаем вам быть всегда сильными, мужественными, добрыми и, конечно, всем здоровья. Я там стаканов. И я там стаканов. Стаханов. Понятно. Здесь как вы устроились? Очень хорошо. Спасибо вам. Все хорошо? Спасибо большое за прием. Очень такие все добродушные люди. Мы не ожидали такого хорошего приема. Большое спасибо жителям Рязани. Всегда готовы помогать. Своих никогда не бросим. Приехали тут вообще просто идеально. Встретили, довели, посадили. Все было очень хорошо. Просто на высшем уровне. Дай Бог, чтобы вам было здесь хорошо, комфортно. Мы всегда вам рады. Мы всегда всем поможем. И в беде никогда не оставим вас. Спасибо большое. Очень мы рады вообще. Очень, вообще. При очень прям я не могу вам сказать. Вы не волнуйтесь. Все будет хорошо обязательно. Спасибо, что люди у вас все приветливые, добродушные. Очень вообще. Спасибо. Нет слов просто. Мы в однозначном месте. Поэтому мы никогда не бросим. И всегда поможем. Вы для нас гости желанные. Мира нам всем. И мира нам всем. Спасибо. И в продолжение темы. Уже третий день в Рязанской области работают пункты сбора гуманитарной помощи. Рязанцы активно приносят все необходимое. В пункты их даже интересуются всего ли хватает. Волонтеры объявили сбор школьных принадлежностей. Ведь совсем скоро ребятам из Луганска и Донецкой республик придется сесть за школьные парты. Герман Гущин у всех все разузнал. Вот здесь, получается, у нас лежит детская одежда. Здесь для мальчиков. Здесь для девочек. Принесли вот курточки, варежки, джинсы. Пункты гуманитарной помощи открылись всего пару дней назад. Но сегодня здесь уже всего хватает. Рязанцы несут средства личной гигиены, теплую одежду и продукты питания. По словам волонтеров, в первую очередь поддержка нужна детям. Именно им сегодня собирают игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования. А еще волонтеры объявили сбор школьных принадлежностей. Рязанская область присоединилась к всероссийскому проекту «Время помогать», который направлен на оказание всесторонней необходимой помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик, которые прибыли на территорию Рязанской области. На базе нашего Рязанского городского волонтерского центра был сформирован оперативный волонтерский штаб. Важно отметить, что мы принимаем любые вещи. Это одежду, как для детей, так и для взрослых. Обязательно подчеркиваем, что должны быть вещи новые. Продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты. То есть все то, что сейчас людям по первой необходимости требуется. Людмила Захарова в пункте сбора гуманитарки уже не первый раз. Она представитель еврейской общины Рязани и, по ее словам, всегда принимает участие в благотворительных акциях. Купили женские всякие гигиенические приспособления, которые всегда забывают покупать мужчины, а женщины в этом очень нуждаются. И это только первая партия, будем продолжать помогать. Я бы хотела обратиться к национальным и религиозным организациям Рязани и Рязанской области. Ребята, присоединяйтесь. Чужой беды, правда, не бывает, а люди очень нуждаются в нашей поддержке. Об этом даже думать не надо. Почему, для чего. Это, естественно, все. Господи, помил. Если есть возможность, чужая. Там люди мерзнут. Приехали по диков плащиках оттуда. Ни одна мать под пулей своего ребенка просто так за здорово живешь. Не захочет отправить. Спокойствие, значит, и надежда на то, что наша Родина им обязательно поможет всем, что может. И в конечном итоге все упорядочится. И по воле Божьей должно быть все хорошо, вернуться обратно в свои семьи, на родную землю. Еще один пункт сбора гуманитарной помощи на Горького-1. Сюда люди тоже приходят практически каждый час. Общее количество помощи волонтеры уже исчисляют десятками килограммов. Люди очень активно участвуют, особенно 23 февраля. Даже мы работали 23 февраля. Приходили, приносили памперсы, детские пеленки различные. Все эти вещи будут в скором времени переданы по мере необходимости в пункты временного размещения. Совсем скоро всю собранную гуманитарную помощь передадут всем нуждающимся. Всего в регионе открыто 36 пунктов. Так что всего хватит всем. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К событиям в Рязанской области. В праздничные выходные на рязанских дорогах было спокойно. Сотрудники ГИБДД зафиксировали всего три дорожно-транспортных происшествия. Есть погибший. Правда, и здесь ситуация непростая. С подробностями Валерий Седов. Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в Рыбном. Там по улице города мужчина ехал на квадроцикле. Прав он лишен, но от поездки его это не остановило. На улице Веселый мужчина потерял сознание, по предварительной версии, и скончался на месте происшествия. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Это не единственное происшествие за праздничный выходной. В половину первого на улице Чкалова была массовая авария. 47-летний рязанец, управляя автомобилем «Ситроян Джампер», по предварительной информации, совершил наезд на остановившийся автомобиль «Черри» под управлением 29-летнего жителя Московской области. От удара автомобиль «Черри» по инерции продолжил свое движение и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Кио Церрата» под управлением 23-летнего рязанца. Медицинская помощь понадобилась пассажирке «Черри» и ее 9-месячному ребенку. В ГИБДД сообщили, что его перевозили в детском удерживающем кресле. Однако травм это не уберегло. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Всего же за один выходной произошло 3 ДТП, где погибли и пострадали люди. Инспекторы ДПС выявили почти 360 нарушений правил дорожного движения. Пропаганда трезвого вождения тоже сработала неважно. 28 человек сели за руль пьяными. И это только из выявленных случаев. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани стартовал челлендж «Мой папа – рыцарь дорог». Проходит он онлайн в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм». Победители ждут призы. Все подробности далее. По правилам дорожного движения водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Это аксиома ПДД – подпись под фотографии участника челленджа. Главное требование выполнено. На снимке мужчина пристегнут. Задача челленджа как раз в этом и состоит – показать, как папа соблюдает правила дорожного движения. Отсюда и хэштег «Мой папа – рыцарь дорог 62». Такой конкурс объявили в Рязанской госавтоинспекции. Основная задача фото-челленджа – это, конечно же, чтобы как дети, так и взрослые помнили о требованиях правил дорожного движения, неукоснительно их соблюдали и напоминали другим участникам дорожного движения, что от этого зависит жизнь и здоровье. Челлендж проходит с 14 по 23 февраля, так что еще можно стать его участником. В основном это школьники. Задача проста. В соцсетях, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм» необходимо разместить фотографию, на которой отчетливо видно безукоризненное соблюдение ПДД. Плюс хэштег «Мой папа – рыцарь дорог 62». Победители выберут по количеству лайков. Их будет трое. Госавтоинспекция очень много продумывает подобных мероприятий в связи с ограничительными мерами, связанных с пандемией. Потому что у нас ограничены возможности прямого контакта с несовершеннолетними. Поэтому вот так через социальные сети мы все равно пытаемся напомнить всем о требованиях правил дорожного движения. Уже ближе к Международному женскому дню в Госавтоинспекции запустят новый фото-челлендж «Моя мама – автоледи». Суть почти такая же – сфотографировать уже маму за рулем, которая соблюдает требования ПДД. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова